Друзья, всем привет! Сегодня в Верховной Раде Украины прошли слушания касательно свободы слова в Украине. Журналистам дали возможность выступить с трибуны Рады и высказать свою позицию. Хочу отметить, что ситуация со свободой слова в Украине очень-очень печальная. Согласно последнему отчету Международной Федерации Журналистов, Украина входит в топ стран самых опасных в мире для журналистов. И особенно опасен город Киев. Я по себе знаю, насколько опасна работа журналистов в Украине, поскольку я сам, когда публиковал статьи о коррупции Министерства внутренних дел Украины, меня возле дома моего в Киеве похитили, посадили в машину с мешком на голове и вывезли в лес, где жестоко избивали. Дело до сих пор не раскрыто, никого не нашли. А что говорить о регионах, где журналистов и активистов просто кладут штабелями и просто до этого никому не дело? В нашей стране не бьют президента лише через то, что он президент. В нашей стране не бьют премьер-министра лише через то, что его работа будет премьер-министром. Не бьют генпрокурора через то, что он должен делать работу генпрокурора. Їх защищает закон и никому не спадает на думку порушить этот закон. Я журналист, и закон также защищает и меня, и мою деятельность. Но нас постоянно бьют, нас журналистов, и залякают. Действительно, почему никто не вывозит в лес и не избивает президента Украины, премьер-министра, главу Верховной Рады, генерального прокурора, депутата за то, что они делают свою работу? Почему же тогда спокойно вывозят журналистов в лес и избивают их постоянно, и за это никто не несет ответственности? Потому что вывести президента, наверное, страшно, за это понесется какое-то уголовное наказание, а журналиста можно спокойно побить, и это как бы все сходит с рук. И что самое печальное, что огромное число украинцев скажет, так этому журналисту и нужно, мол, сиди тихо и не говори ничего плохого о правительстве. Мы хотели показать, как Виктор Медведчук прилетел из Российской Федерации, который имел исключение право прямого авиасполучения. Пьероведники Державного управления справами склили напад на нашу снимальную группу, струс мозгового оператора. Лише через то, что мы хотели зафиксировать, как Петро Порошенко, президент на тот момент, оставил заклад, где отбывалось святкувание веселья генпрокурорского сына Луценко. Задача журналиста найти и опубликовать самую интересную, важную инициадерскую информацию о коррупционерах, бандитах, чиновниках. И за это журналисты рискуют своей жизнью, свободой, здоровьем. За это журналисты постоянно избивают, сажают, запугивают и угрожают. И кто за это понес ответственности? Кто сел в тюрьму? Да никто. Прокуратура и милиция, полиция Украины бездействуют, поскольку сама заинтересована в том, что преследовали журналисты. Ведь сама полиция и прокуратура постоянно занимаются коррупционными делами. И сама заинтересована в том, чтобы журналисты об этом ничего не рассказывали. Чому так? Недосконале законодавство? Багато журналистов из более развиненных стран очень часто наголошивают на то, что в Украине, наоборот, жесткое законодавство в частине защиту журналистов. В этих более развиненных странах это законодавство мягче, но оно действует. Они не понимают, что риски от перешкоджения журналистской деятельности преважают над рисками от того, что журналистский материал будет опубликован. Если президент Зеленский может защищать поведенку своей пресс-секретарки только потому, что она формует для него комфортный простор, тогда почему где-то в селе друзья главы сель-ради не могут поводиться, как Юлия Мендель? Когда пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель набрасывается на журналиста препятствия его профессиональной деятельности, то огромное число сторонников Зеленского кричат «ха-ха-ха», так этому журналисту и нужно. Вместо того, чтобы сказать «постой, Зеленский, это неправильно, так не должен работать пресс-секретарь», Зеленский в одушевленной позиции своих сторонников отмораживается и никак не реагирует на этот инцидент. Но давайте представим, что меняется власть и вот эту журналистку пресс-секретарь Юлию Мендель вывозит в лес и отрезает ей голову, как это сделали журналисты Гангадзе. Какая позиция тогда будет у Владимира Зеленского? Промолчит ли он, узнав об этом, или будет добиваться справедливости и раскрытия данного преступления? Если уж он будет добиваться раскрытия данного преступления, то почему, будучи президентом, не требуют привлечь к ответственности человека, который препятствовал работе журналиста? Нет ли двойные стандарты? Если персональные данные водителей, которые разом с мной снимают материалы, которые большинство из вас, наверное, видели, можно публиковать их персональные данные, а соответствующие органы не реагируют за фактом этой публикации, то это доказательство, что этот действитель и сейчас имеет влияние. И это тут, в Киеве. Как тогда залякуют журналисты в регионах? В данной ситуации речь идет о бывшем заместителе администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнове, который после победы Владимира Зеленского вернулся в Украину и расправил крылья. Портнов сам люто ненавидит журналистов. И поскольку журналисты радио «Свобода» программы «Схемы» постоянно занимаются расследованием касательно преступной деятельности олигарха Игоря Коломойского, а сам Портнов является членом команды Коломойского, Портнов и начал атаковать журналистов программы «Схемы» на «Радио Свобода», публикуя данные журналистов, паспортные данные, номера автомобиля, публично угрожая и призывая к преследованию журналистов. Руководство «Радио Свобода» судило действия Портнова и призвало правоохранительные органы расследовать это дело, дать правовую оценку преследованию журналистов. Портнов на своем телеграмме начал писать абсолютную ересь, оскорбляя журналистов «Радио Свобода» и дополнительно слил номера автомобилей журналистов и водителей телеканала. Портнова это агрессивное сумасшедшее животное, которое задыхается от ненависти и постоянно изрыгает свои угрозы на своем аккаунте Фейсбука. И кстати, сегодня Фейсбук вообще удалил аккаунт Портнова с концами. То есть больше нет аккаунта Портнова за то, что он разжигал ненависть между людьми. Портнову очень помогает министр МВД Украины Арсен Аваков, который также входит, как и Портнов, в команду Игоря Коломойского. Портнов работает с Аваком, Аваков помогает сливать информацию с баз данных МВД по номерам автомобилей, по паспортным данным. И собственно Аваков сам заинтересован в том, чтобы убрать журналистов, в частности Радио Свобода, которая также занималась расследованием криминальной и преступной коррупционной деятельности Авакова и в частности раскручивала дело по рюкзакам. Еще один член команды Коломойского, Портнова и Авакова, бывший журналист 1+,1, а ныне депутат Слуги народа Александр Дубинский. После того, как журналист Дубинский стал народным депутатом Слуги народа, он стал угрожать журналистам смертью за то, что они рассказывают о его недостойном и коррупционном поведении в Верховной Раде. В следующий раз, когда кто-то решил вспомнить мое имя, эти люди помнили, что они вот харкают потом с кровью. Обратите внимание, что все члены команды Коломойского, это сам Беня Коломойский, это Аваков, Портновый, Дубинский, это агрессивные животные, которые постоянно угрожают людям расправой, угрозой, то, что они занимаются расследованием их незаконной деятельности и просто рассказывают людям о том, что они творят в Раде. Они постоянно сыплют угрозами, ненавистью и оскорблениями. Многие из тех, кто в Пятиречку Зеленского, будут противодействовать журналистам последние пять лет ждали за кордоном или в стране и болели за журналистов. Они радыли, когда выходили материалы про Порошенко, Грановского, Кононенко, а сейчас, когда они пришли до влады и получили влияние, они не понимают, откуда их уважа и их деятельности. Многие ресурсов были вытрачены для того, чтобы создать атмосферу ненависти и зневаги для журналистов, просто за профессиональную деятельность. Я помню, когда еще при президенте Ющенко я занимался расследованием коррупционной деятельности министра МВД Юрия Луценко. Это тогда очень нравилась тогдашняя позиция команды Виктора Януковича. Когда сам Янукович стал президентом, я продолжил расследование коррупционной деятельности МВД. Это очень взбесило команду Януковича, занялись в преследовании меня и моей организации. Но тогда это очень нравилась тогдашняя позиция в лице Порошенко, Авакова, Тимошенко, Яценюка. Все они тогда были счастливы, что вот рассказывают о коррупции власти Януковича. Но когда к власти пришел Порошенко и Аваков, и я продолжил рассказывать о коррупции МВД, они сделали меня самым главным врагом государства, агентом Кремля, и начали за мной охотиться. Ведь как же так, Ростислав Шапошников и негодяй рассказывают о коррупции властей. Хотя совсем недавно они же поддерживали расследование, когда это говорилось при Януковиче. А потом, собственно, когда уже эти товарищи были у власти, это очень нравилось оппозиции, которая добивалась смещения Порошенко. Вот правильно рассказываем о злодяниях Порошенко. Но когда к власти пришла оппозиция в лице Владимира Зеленского, которая оставила Авакова, они опять начали возмущаться о работе журналистов, в частности моей работы, поскольку как же так, Ростислав Шапошников рассказывает о коррупционной деятельности нового президента. И опять меня делают агентом Кремля, агентом, не знаю, Порошенко, агентом всего, чего только можно делать агентом, потому что нельзя рассказывать о властях правду. Получается, Зеленский ничем не отличается от своих предшественников, это Януковича и Порошенко, поскольку он сам любит, чтобы журналисты рассказывали о нем только хорошее. Я не знаю, какой сейчас план у президента Зеленского. Или он будет лично инициировать борьбу против журналистов, которые критикуют его владу, и тем самым снижают его рейтинги. Или он будет просто мовчь спостерегать, как против журналистов будут бороться другие люди с его мовчазной сгодой. Я не вижу, чтобы Зеленский был заинтересован в том, чтобы расследовались дела, угроз и давление на журналистов. Зеленский повторяет судьбу своих предшественников, это Порошенко и Януковича, которые считали, что журналисты должны только хорошее говорить о правительстве, только обслуживать власть, а всех тех, кто критикует, это нужно их от них избавиться. Потому Зеленского ждет судьба и Януковича, и Порошенко, поскольку он натравит против себя все журналистское сообщество и вскоре станет политиком-марагиналом. Мы будем снимать их на пляжах, мы будем снимать их на узбережьях, мы будем снимать их в полях и на улицах, мы будем снимать их на пагубах, мы будем снимать, и мы никогда не сдамося. Дякую. Если вы думаете, что журналистам быть легко, это, знаете, такая вот легкая работа, какие-то видео снимать, статьи писать, то вы очень сильно ошибаетесь. Довольно сложно собрать хороший материал, подготовить публикацию, сделать это интересное для общественности, это очень тяжелый, кропотливый труд. И на этом не заработаешь миллионов долларов. Почему-то общество считает, что журналист, знаете, какой-то там миллионер, он постоянно зарабатывает какие-то миллиарды, миллионы. Поверьте, для того, чтобы заработать миллионы долларов, нужно стать коррумпированным чиновником, вором, пойти в правительство, обманывать людей, грабить государство. Тогда ты будешь миллионером. И что самое поразительное, практически каждый украинец в душе сочувствует именно коррупционеру-чиновнику, а не журналисту. Поскольку в душе практически каждый украинец сам хочет стать коррупционером-чиновником, сам присти к власти и грабить свое государство. Потому психологически он сочувствует чиновнику и ненавидит журналиста, который потенциально в будущем, возможно, будет рассказывать о нем статьи. Потому люди, как правило, в конфликтах между журналистами и чиновниками, коррупционерами, становятся на сторону именно коррупционеров-чиновников. Потому Украина и остается в мире практически самой коррумпированной и нищей страной. Так вы задумайтесь, а почему так происходит?